Всем привет! А с вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость Испании не максимально выгодно и безопасно. И Анастасия Даманова. Ты кто? Я? Ты кто? Младший партнер. Оксана Майкова, Валиканта. Вот, правильно. То есть если я живу на Коста де Соль, вы часто спрашиваете, да? То есть Настя сейчас живет в Валиканте и будет здесь жить и будет разрабатывать этот рынок. Поэтому сейчас мы расширяемся и у вас есть большие возможности не попасть в Просак. И плюс мы готовим какой-то прикольный новый проект для тех, кто только переехал в Испанию. Вот так же, как Настя. Настя, как давно ты в Испании? Месяц. Ну, знакомы мы уже намного больше, то есть, Настя, скажите про себя. С 2017 года мы знакомы. Мы занимаемся школой и нашим проектом. А начиналось все просто. Родилась идея, да, Настя? Переехать в Испанию и потребность купить квартиру. Да, хотела жить в своей квартире наконец-то. И хочется работать и жить тут постоянно. Ну, то есть если у вас такие же планы, в принципе, вы вписываетесь в наш новый проект. А если хотите узнать подробности, ну, я не знаю, когда вы это видео посмотрите. То есть, может быть, вы его посмотрите, когда уже проект будет полностью запущен. Может быть, вы его посмотрите первыми, пока мы еще не начнем его полностью рекламировать. То есть, если есть какие-то вопросы или вам, допустим, не охота просматривать там все 670 видео, которые сейчас у нас на канале, вы просто напишите в комментариях, да, а что за проект, а как он мне поможет. Еще раз повторю, проект для тех, кто только-только переезжает в Испанию и задумывается над тем, а что же здесь делать, как зарабатывать. Особенно, если у вас есть определенные навыки, ну, а какие определенные, ну, какие-то должны быть. То есть, это не должно быть, что просто хочу и все, чего-то там, ну, и опять меня понесло все, я это вырешу. Ну, это все с желанием. Ну, вообще, да, с сильного, так я бы сказала, не просто с желанием, не с мечтами. Желание работать, жить и двигаться по лестнице вверх. Ну, да. Вот мы сейчас присели отдохнуть дальше, пойдем наверх. В старый город. Так, мой пес со мной не согласен. Он вообще сказала, я лягу, в релягу головой, нахнягу. И достали вы меня со своими беготней вообще по городам и селам. Ну, все, смотрите нас. Да? Да, пойдем? А мы пойдем. Как вы поняли, из нашего вступления я вернулась в Аликанты. Вернулась в Аликанты почему? Потому что было заснято очень много материала, и мне очень хочется с вами поделиться. Физически я нахожусь на Коста-дель-Соль, но, видите, эффект кино, эффект видео, он таков, что мы всегда можем вернуться туда, где нам было хорошо и вспомнить те моменты, которые нам максимально понравились. Поэтому оставайтесь со мной в этом видео, будем вспоминать. Где Настя? Где Настя? Ну-ка, встречай скорее. Ай, где Настя? Скажи привет, привет. Привет, привет. Только не та бутылка, что-то у тебя Настя в руках. Что-то, что-то не то-то несет. Осторожно, а то у тебя там подойдет машина звонит. Кто это такой бежон? Кто это такой бежон? Или мы к кому это пришли? Давай, давай, веди ее, веди, она ж не знает, она ж не знает. Кто там? Кто там? Котя. Смотри, если он по-моему не будет, я бы знаю. Дайдя. Смотри, кто это? Кто это? Кто там? Как показать? Сема, Сема, кто это? Сема, что это такое за чудный выбор? Никит, у вас позавелись. Ну-ка, иди посмотри. Ну-ка, ну, рэп, рэп. Ты что, мне нельзя, нельзя, нет. Рыган, нельзя, нет. Растрана. У нас суббота в Алиганте. Смотрите, какая у нас кознотища. Ну, лучше по моей тарелке, потому что прям тут вообще разброты и шатания. Вот это вот салатик с курочкой. Мы с Настей вчера начали варить суп, так его и не доварили. Результат у нас получился салат и бульон в холодильнике. Вот это зеленый сырчик, он чуть-чуть с плесенью. Это сладкий салат с манго. Надо было манго спасать. Ну, в общем, караул. А это блины. Блины. Ну, как вот без блинов. Тут у нас маслица, тут у нас еще варенье. Тут у нас вчера перевернулась кофеварка, мы сегодня купили подставку для нее. Ну, то есть вот жизнь продолжается, мы счастливы, да, Настя? Абсолютно. Настя, доброе утро! Абсолютно счастлива. И снимаю против света, но ничего. У нас даже животные, смотрите, успокоились. Сидят по разным углам. Кисеньки. Надутые. И песики, кисеньки, песики. Все, хорошие все выходные. И мы, в свою очередь, отправились путешествовать по провинции Аликанте. И в Альтее добрались до храма Архангела Михаила. Ну, как в выходные дни не посетить литургию? Вот мы здесь. Красивейшее место, деревянный сруб. Храм Архангела Михаила, еще раз повторюсь, находится в Альтее. Если вы будете в Аликанте, в провинции, заходите пустить православный храм, вот сюда, прям, не задумываясь. Красивый, очень уютный, очень теплая атмосфера. Нам очень понравилось. Были на службе сегодня, на утренней. в храме Святого Михаила. Потрясающе красивый храм. И вот сейчас переехали у водолес. Голодные. Но будем искать, что... Смотрите, какая красота. Кисеньки сидят на паркурчике. Сейчас мы тоже туда сядем. Настя, видите, музыка радостная, скажет, что... Она в Ронде же не была, а в Ронда. Если будете в Ронда, там тоже красиво. Боже мой! Сейчас я... Мы пока историю не смотрели, что здесь, как и почему, вот так, именно вот такая ситуация. Ну, вот этот вот остаток, видите, башни, скорее всего, защитной, военной. Ну, вы видите по ландшафту картинка, да, то есть картинка. И так же видно это глазами. А вот наверху, как положено, замок. И как положено в средневековых замках, да, весь город прятался за стенами. Для того, чтобы его не разорили, для того, чтобы можно было прокормить местное население. А местное население работало внизу. Не знаю, я пока по истории тут еще не посмотрела, что и как, но обещала вам это сделать. Хотя, для отъедеваем субботник. Бьют часы на старой башне, провожают день вчерашний. И звонят кулакова, провожают день вчерашний. Вон какая дверь. Здравствуйте, что я здесь снимаю? Поднялись очень даже высоко. То есть и Настя сказала, что все, что мы делали внизу, это было так затравочка. А вот здесь уже на высоте, да, видите, мы выше башни. То есть фактически мы на самой верхотуре еще немножко один пролет остался, чтобы оценить всю красоту этого города, этого замка с высоты. То есть такой вот, реально, смотрите, вот прям даже задник, да, какой. То есть вот это то, ради чего стоит подниматься выше и выше. Сейчас видео я посвящаю моим любимым девочкам. Девчонки, это то, что мы любим. Но это, конечно, не психиатрическая больница. Но это город мертвых, это наши предыдущие дети. Давайте посмотрим, как оно здесь выглядит. Вот там 16 век. Все, что осталось. Как говорят философы, по городу мертвых можно судить о состоянии экономики живых. Вот, в принципе, это был кусочек старого, а это нового. Не знаю, насколько этично снимать, конечно. Насыпается, но, тем не менее, оно так и есть. Посмотрите, какая красота. Вот это настоящее. Вот оно такое настоящее. А вот это вот будущее. Вот оно, пожалуйста, пусть идет со мной. Вот так этот подъем выглядит. Вот это вот парус, да? То ли парус, то ли не. Видите, какое небо. Потрясающее освещение, поэтому я никак не могу это не снять. Конечно, мы сейчас здесь будем фотографироваться. А вот это вход в саму крепость. Вот сейчас мы туда поедем кушать. То есть, если так как мы блондинки, мы хотим вот в этот город. Мы будем ориентироваться вот на эту башню. Ну, мы можем забуриться и вот в тот город. В общем, посмотрим, оттуда будет следующая запись. Поехали, Настя. ¿Подожди сказать, потому что я буду traducить? А, mira, когда видишь un jamón, что это у него нет, это свидетель и т.д. Это свидетель. Говорит, что это у которого есть качество. Это говорит, что есть качества. Hay niveлы. Эти, particularmente, ну, это другие, но это очень хорошо. Это говорит о качестве. Есть, конечно, высшее качество хамона, но это говорит о том, что вот эти параллельные прожилки, как мы говорим, да? То есть это как раз говорит о том, что этот хамон очень качественный. И вот прям рекомендую. А это Цезарь. Есть примеры, например, в Киеве. Например, в Бентли. Если мы говорим о Бентли, например, да? Это будет хабуга, это патанегра, эксцентральная. То есть это хабуга, это патанегро. И потом есть категория. Это Mercedes. Это Mercedes. Мерседес. Нормальный. То есть это Мерседес класса А и Б. Я имею Мерседес класса С. Ну да, по-моему. Вот немножко внизу. Да, у меня все-таки Mercedes по дороге. Да, вкусно. И конечно, лучше это попробуйте. Но вы лучше попробуйте и потом поймете о чем я говорю. Ну, и salut к Руссии! И вам всем. Я, например, мне нравится. У вас есть немного масла. Пан, немного овощи. Я беру немного этого. Это будет очень вкусно. Как вы думаете? Я не советую плохого. Вот тот самый город, Аликанты, которому, может быть, уделяется очень много внимания, может быть, мало, незаслуженно. То, что здесь красиво, да, это бесспорно. То есть тут вот красота, которая с Санта-Круза открывается. То есть нужно чуть-чуть подняться к Санта-Барбаре. То есть когда будете, обязательно сделайте это. Потому что сам город открывается именно в его старине, в том месте, где он начинался и от чего. И если подумать, как эта история рождалась, то, наверное, стоит посмотреть на эти вот дома, мансарды и сделать выводы. Я думаю, что у художников он пользовался спросом. Надо поискать, кто рисовал. Если знаете, напишите, пожалуйста, кто из художников, известных художников, жил, работал в Аликанты. Вы уже выписали. Вы знаете, кто что писал с этой точки. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. До новых встреч! Bes просто. Продолжение следует...